Слово о проклятии 3051 Предлагаемое слово составлено святым Яном Златоустым по поводу образовавшихся в Антиохии отдельных обществ, из которых одно состояло из преданных епископу Милетию, Милитиан, другое из признававших своим епископом Павлиана, Павлианиан, третий из Ориан, сепископом Евзофием, и четвертое из приверженцев неправославного Аполлинария Ладикийского. Так как во взаимных пререканиях иногда одни из них позволяли себе проклинать других, то для прекращения соблазна в местной церкви святителем Иоанном вскоре по рукоположению своего присвятера в 386 году и произнесено было это слово, которое полное заглавие следующее о том, что не должно проклинать ни живых, ни умерших. Прежде беседуя с вами о познании непостижимого Бога и предложив много собеседований об этом, я доказывал как словами Писания, так и рассуждениями естественного разума, что совершенное познание Божества недоступно и для самых невидимых сил, для тех сил, которые ведут невещественную и блаженную жизнь, и что мы, живущие во всегдашней беспечности и рассеянности и преданные всяким порокам, напрасно усиливаемся постигнуть то, что неведомо или невидимых существ. Мы впали в этот грех, руководствуясь в таких рассуждениях соображениями собственного разума и суетной славой перед слушателями, не определяя благоразумием границ своей природы и не следуя Божественному Писанию и Отцам, но увлекаясь как бурным потоком, неистовством своего предубеждения. Теперь же, предложив вам надлежащую беседу о проклятии и показав важность этого зла, считаемого ничтожным, я через это загражу необузданные уста и открою вам недуг тех, которые употребляют проклятие, как случится. У нас дошло дело до такого бедственного состояния, что, находясь в крайней опасности, мы не сознаем этого и не преодолеваем гнуснейших из страстей. Так что на нас исполнилось пророческое изречение. Нет пластыря, который бы приложить, и нет Илея, чтобы обвязать. Исайя 1.6 С чего же я начну говорить об этом зле? С постановлений или заповедей Господних? Или с вашей неразумной невнимательности и бесчувственности? Но когда буду говорить об этом, не станут ли некоторые смеяться надо мной и не покажут ли я иступленным? Не возопиют ли против меня, что я намереваюсь беседовать о таком прискорбном и недостойном слез предмете? Что же мне делать? Я скорблю и сокрушаюсь душой, и терзаясь внутренно, видя такую бесчувственность, когда наши дела превзошли преступления иудеев и нечестия язычников. Я встречаю на дороге людей, не имеющих ума, научившегося божественному писанию, и даже вовсе ничего не знающих из писания, и с великим стыдом молчу, видя, как они беснуются и пустословят, не разумея ни того, что говорят, ни того, что утверждают. Нережественно дерзают преподавать одно только свое учение и проклинать то, чего не знают. Так что и чужды нашей вере смеются над нами людей, не заботящихся о доброй жизни, не научившихся делать добрые дела. Увы! Какие бедствия! Увы мне! Сколько праведников и пророков желали видеть то, что мы видим и не видели, и слышать то, что мы слышим и не слышали? А мы обращаем это в шутку? Вникните в эти слова, увещеваю вас, дабы нам не погибнуть. Ибо если через ангелов возвещенное учение было твердым, и всякое преступление и прислушание получало справедливое наказание, то как мы избежим его, не ради о таком спасении? Какая, скажи, цель Евангелия благодати? Для чего совершилось явление Сына Божия во плоти? Для того ли, чтобы мы терзали и снедали друг друга? Заповеди Христовы, которые во всем совершении повелений закона особенно требуют от нас любви. В законе говорится «Возлюби ближнего своего, как себя самого» Левит 19.18 А в Новом Завете повелевается и умирать за ближнего. Послушай, что говорит сам Христос. Евангелие от Луки 10.30 Некоторый человек шел из Иерусалима в Верихон и попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставившие его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на место и, увидев его, сжалился. И подошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний к попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал, и сказал ему, иди, и ты поступай так же. О чудо! Не священника, не левита назвал он ближним, но того, кто по учению был отвержен от иудеев, то есть самарянина, чуждого, во многом богохульствовавшего, этого одного он назвал ближним, потому что он оказался милостивым. Таковы слова Сына Божия. Тоже показал он и делами своими, когда пришел в мир и принял смерть не за друзей только и близких к себе, но и за врагов, и за мучителей, за обманщиков, за ненавидевших, за распявших его, о которых он прежде сотворения мира знал, что они будут такими, и которых предвиде сотворил, победив предвидение благостью. И за них он пролил собственную кровь, за них принял смерть. Хлеб, говорит он, есть плоть моя, которую я отдаю за жизнь мира. И Павел, в послании, если мы, бывшие врагами, примирились с Богом, смертью Сына Его, так же и в послании к евреям, говорит, что он за всех вкусил смерть. Если же сам он так поступал, и церковь следует этому образцу, каждый день совершая молитвы за всех, то как ты осмеливаешься говорить свое? Ибо скажи мне, что значит то, что ты называешь проклятием? Анафема, вникни в это слово, рассуди, что ты говоришь. Понимаешь ли ты силы его? В Богодухновенном Писании найдешь это слово, произнесенным об Ерехоне, и будет город сей проклят пред Господом сил. Иисус Ана Вина 6.16 И у нас до настоящего дня господствует всеобщие обычаи, и говорит, такое-то, совершив это, сделал приношение Анафема такому-то месту. Итак, что значит слово Анафема? Оно говорится и о каком-либо добром деле, означая посвящение Богу. А изрекаемое тобою, Анафема, не то ли значит, чтобы такой-то был предан дьяволу, не имел участия во спасении, был отвержен от Христа. Но кто ты, присвояющий себе такую власть и великую силу? Тогда сядет Сын Божий и поставит овец Одесную, а козлов с левой стороны. Почему же ты присвояешь себе такую честь, которой удостоен только сон апостолов и истинное, и во всем точно их преемники, исполненные благодати и силы? И они, строго соблюдая заповедь, отлучали еретика от церкви, как бы исторгая этим у себя правый глаз, чем доказывается их великое сострадание и соболезнование, как бы при отнятии поврежденного члена. Посему и Христос назвал это исторжением правого глаза, выражая сожаление отлучающих. Поэтому они, будучи строго исполнительными, как во всем другом, так и в этом деле, обличали и отвергали ереси. Но никто из еретиков никого не подвергали проклятию. И апостол, как видно по нужде, в двух только местах употребил это слово, впрочем, не относя его к известному лицу. Именно в послании к Коринфянам он сказал, если кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, да будет проклят. И еще, если кто вам будет благовествовать не то, что вы приняли, да будет анафема. Почему же тогда, как никто из получивших власть не делал этого или не смел произносить такого приговора? Ты осмеливаешься делать это, поступая вопреки цели, смерти Господней и предупреждаешь суд царя? Хотите ли знать, что сказал один святой муж, бывший прежде нас преемником апостолов и удостоившийся мученичества? Объясняя тяжесть этого слова, он употребил такое сравнение, как облегший себя в царскую багреницу простолюдин, и сам его сообщники предаются смерти. Так тираны, так, говорит он, извоупотребляющий определением Господнем и предающийся человека церковной анафеме, подвергает себя совершенной погибели, присвояя себе достоинство Сына Божия. Подобная мысль находится в послании святого Игнатия Богоносства с мирным отделением 4.6. Или вы считаете маловажным прежде времени и судьи произнести на кого-нибудь такое осуждение, ибо анафема совершенно отлучает от Христа? Но что говорят люди, способные на всякое зло? Он еретик, говорят они, имеет в себе дьявола, произносит хулу на Бога и своими убеждениями суетной лестью зергает многих с бездну погибели. Посему он отвержен отцами, особенно учитель его, произвешив разделение в церкви, разумея павлины или аполинария. Различия между тем и другим они по большей части не касаются, ловко избегая нового разделения, и служа доказательством того, что кротостью наказывая противников, не даст ли им Бог покаяния прийти в разум истины, чтобы освободиться от дьявольской сети, в которую он уловил их. Простри сеть любви, не для того, чтобы хромлющий погиб, но лучше, чтобы он исцелился. Покажи, что ты по великому добродушию хочешь собственное благо сделать общим. Закинь приятную уду сострадания, и таким образом, раскрыв сокровенное, извлеки из бездны погибели погрязшего в ней умом. Научи, что принимаемое по пристрасти или по неведению за хорошее, не согласно с преданием апостольским. Если человек заблуждающийся примет это вставление, то по изречению пророка он жизнью поживет, и ты избавишь душу твою. Если же он не захочет и останется упорным, то дабы тебе не оказаться виновным, засвидетельствуй только об этом с долготерпением и кротостью, чтобы судья не взыскал души его от руки твоей, без ненависти, без отвращения, без преследования, но оказывай искренне истинной любовь к нему. Ее ты приобретай, и хотя бы ты не получил никакой другой пользы, это великая польза, это великое приобретение, чтобы любить и доказать, что ты ученик Христов. А всем, говорит Господь, посему узнает все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь ниже с собою. А без нее ни познание тайн Божьих, ни вера, ни пророчества, ни принесут пользы, как объявил апостол. Первое Коринфянам 13.1 Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащая. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, не показал такой любви ко Христу, как эта святая душа Павла. Никто из людей, кроме его, не осмелился произнести таких слов. Самая душа его горела, когда он говорил, восполняя недостаток скорбей Христовых в плоти моей, еще молился я, чтобы быть отлученным самому от Христа за братьев моих, еще, кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал. И, однако, имея такую любовь ко Христу, он никого не подвергал ни обиде, ни принуждению, ни анафеме. Иначе он не привлек к Богу столько народов и целых городов, но подвергая саму унижению, бесеванию, заушению, посмеянию от всех, он делал все это, оказываясь нисхождение, убеждая, умоляя, так, прибыв кофинянам и нашедший всех их преданными идолопоклонству, он не стал укорять их и говорить «Безбожники вы и совершенные нечестивцы», не сказал «Все вы почитаете за Бога, одного только Бога отвергаете, владыку и творца всех». Но что, проходя, говорит, «И нашел я некоторый жертвенник, на котором написано неведомому Богу, его-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам, о, дивное дело, о, отеческое сердце!» Он назвал богачи чтительными еленов и долопоклонников, нечестивых. «Вижу, что вы как бы особенно набожные». Почему? Потому что они, подобно благочестивым, совершали свое богослужение, думая, что они чтут Бога, быв сами уверены в этом. Подражайте этому вещанию всех вас, а вместе с вами и самого себя. Если Господь, предвидящий расположение каждого и знающий, каков будет каждый из нас, сотворил этот мир для того, чтобы вполне показать дары и щедрость свою, и хотя сотворил не для злых, но удостоил и их общих благ, и желая, чтобы все подражали ему, то как ты делаешь противное, ты, который приходишь в церковь и приносишь жертвы Сыну Божию? Ради вы не знаете, что он трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасил? Что это значит? Послушай, Иуду и подобных ему падших он не отверг, да коли каждый не увлек сам себя, предавшись заблуждению, не за ненавидящих и гонящих нам заповедано ли молиться? Вот мы и совершаем это служение и увещеваем вас. Рукоположение не к властолюбию ведет, не к высокомерию располагает, не господство предоставляет. Все мы получили одного и того же духа. Все признаны к усыновлению, кого отец избрал, тех он сподобил со властью служить братьям своим. 756 том 1. Итак, исполняя это служение, мы увещеваем вас и заклинаем отстать от такого зла, ибо тот, кого ты решился предать анафеме или живет и существует еще в этой смертной жизни или уже умер. Если он существует, то ты поступаешь нечестиво, отлучая того, кто еще находится в неопределенном состоянии и может обратиться от зла к добру. А если он умер, то тем более. Почему? Потому что он пред своим господом стоит или падает. Не находясь более под властью человеческую, при том опасно произносить суд свой о том, что сокрыто у судьи веков, который один знает и меру ведения и степень мне прошу тебя, за какие слова он подпадает обвинению или как оправдает себя в тот день, когда Бог будет судить сокровенные дела людей поистине, как не испытаны судьбы его и не следим у пути его, ибо кто познал ум Господень и кто был советником ему, неужели никто из нас возлюбленный не думает, что мы сподобились крещению, никто не знает, что будет некогда суд, что от ослепившей нас привязанности к предметам житейским. Отстаньте, увещеваю вас от такого зла. Вот я говорю и свидетельствую перед Богом и избранными ангелами, что в день суда оно будет причиной великого бедствия и невыносимого огня. Если в притче о девах, людей, имевших светлую веру и чистую жизнь, Господь всех, видевший дела их, отверг от чертога за недостаток милосердия, то как мы, живущие в совершенной беспечности и немилосердно поступающие с единоплеменниками своими, удостоимся спасения. Посему увещеваю вас. Не оставляйте без внимания моих этих слов. Еретические учения, не согласные с принятым нами, должно проклинать и нечестивые догматы обличать. Но людей нужно всячески щадить и молиться об их спасении. О, если бы все мы, питая любовь к Богу и ближнему и исполняя заповеди Господни, удостоились встретить небесного жениха с елеем и горящими светильниками в день воскресения и представить ему многих, обязанных славою нашему состраданию, благодатью и человеколюбием единородного Сына Божия, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава ныне и всегда и вовеки. Аминь.